Грустный контракт зависит от стоимости. Если будет по 100 рублей с километров, то я вам гарантирую, что здесь человек в 4 как минимум нужны стоовые автобусы. А если будет 50 рублей, то проводить те, кто сейчас есть. Понимаете, что? Ну, может быть, чуть-чуть будет. То есть вопрос, вот он, все, вопрос с ценой контракта. Если миллион платишь одно, если 500 тысяч, другое. А если, вот для примера, как бы, вот тут вот, я понял, почему 22-го не работает, потому что, наверное, на троллейбусную улицу делась. Троллейбус. Существует в ближайшем. В 9-й канале. В 9-й, в 8-й. Я вам сейчас опять, ну, опять получается, как бы, в укор не знаю кого, ну, защиту. Вот разыграли месяц назад, да, аукцион на пригромный маршрут. На дачную маршрутку, на дачную. Ну, вроде, дело хорошее, там, 7-8 автобусов, надо большой, так как, все правильно. Но, общий пробег, общий объем в перевозах 104 тысячи километров. Вот как вы думаете, сколько бюджет из-за этого готов заплатить? Наш бюджет, ну, не наш район, ну, ладно, наш. Готов заплатить. Вот из этой ситуации сегодняшней, в том числе, там, в Кавинах, в том числе, недавнодор бюджета, начальная цена 200 тысяч была. Ребят, за 104 тысячи километров пробега большого автобуса 200 тысяч. Артищево, Артищевский район, за пробег гораздо меньше, 3 миллиона начальника цена 2. В примерном городе выходит на городские маршруты 120 единиц. 150 тысяч. 100? 150. 150, хорошо. Автобусы в троллейбусном предприятии выходят, как выяснилось, в троллейбусном, порядка 40. Ну, как 40, ты сказал 15, если 25 прибыли, ну, это, то есть, вот, 25, ты сказал. Ну, троллейбусном? Да зачем, на автобусе я сейчас. Есть автобусы? Да, по автобусу. Выходит 15 автобусов, то есть, 10% транспорта в городе Белоково закрывается за счет бета. 90% закрывается за счет вас, меня, Иванова, Петрова, Сидорова. А теперь состояние бюджета. На сегодняшний день, вот он молчит, стоит, я как бы сначала за счет его хочу сказать. На самом деле, 20-й год, минус 40% у города Белоково, пассажир потока. Себестоимость перевозки у него по троллейбусу, наверное, рубля 52, да? 54. 54. И по автобусу примерно 42 рубля. Чуть-чуть побольше. 47, хорошо, 45. Он выиграл конкурсы, в результате которых он обязан по 23 рубля, не получая ни копейки из бюджета, возить. Скажите мне, как можно при себестоимости 47 по 23 рубля работать? Делать ремонты, красить, убирать, мыть, кассу аппараты поставить, транспортную безопасность соблюсти? Невозможно. Вопрос в другом, в вопрос в контракте, что вот Сан-Сарыш говорит правильно, многие города перешли уже, Тверь перешла, Пере перешла, ну, все, ну, как бы Ростов в свое время, у Москва понятно. Вопрос очень хороший. Выезжает автобус, отработал 9 кругов, диспетчерская отмечена, пробег 250, соблюдение графики, все, подписывается. Вопрос в том, что за выручку, как правило, отвечает муниципальное предприятие, которое собирает выручку. То есть водитель, перевозчик, кроме чистого, по возможности нового подвижного состава выполнения графика, больше ни о чем голова не болит. Все остальное с деньгами получается бюджетом. Но, я вот так прикинул сейчас, я на 120 автобусов прикинул, цена, цена будет от 500 миллионов на город Балакова, чтобы понимать. Потому что на сегодняшний день, чтобы понимали, в Перми брутто-контракт, по-моему, 115 рублей в километр пробега. Меньше 50 рублей, меньше 50 рублей брутто-контракт, вообще смысла заключать нет.